Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте мы с вами попробуем его разобрать. В первую очередь хочется сказать, что... Сочувствую вам. И в первую очередь хочется сказать, что очень жаль, что вы были в такой ситуации, очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, вот. Я думаю, что сейчас принимать какие-то решения серьезные, не стоит, дайте себе время, вот, себе, своему сыну, вот. Я не знаю, насколько это возможно, но, вот, если у вашего сына друзья, вот, пять лет, и есть ли подруги у вас, вот, имелось бы смысл вашему сыну провести время с друзьями, вот, и вам с вами подругой. Ну, то, что вы сейчас, как бы, продолжаете тесно взаимодействовать со своим сыном, несмотря на то, что, ну, вас уже выписали и так далее, на мой взгляд, не есть хорошо, потому что, ну, одно накладывается на другое, да, и само собой возникают неприятные истории. Вот вы пишете, да, что хочется побить одной, да, действительно начать жить, ну, как бы, наедине с собой действительно быть нужно, вот, только не обязательно для этого разводиться, как и не обязательно разводиться для того, чтобы жить, потому что, ну, ну, сейчас, сейчас это брак, после брака будет развод, бракоразводный процесс, который также будет вас, вероятно, остопорить. После будет что-то еще, вот, поэтому, на мой взгляд, одно вы смените на другое, и, в общем, ничего не изменится. Вот, дальше, значит, по вашему вопросу. Вы просите помощи, так, и пишите, мне нужна помощь, вот, а спрашивайте, как найти в себе силы помочь себе и сыну, да, вот, ну, что есть помочь, то есть, как вы поймете, что вы помогли, сыну, и себе. А что касается сил, то это внутренняя опора, то бишь ценности, то бишь приоритеты, то бишь перманентное ваше состояние, да. Перед сыном вы сейчас пытаетесь быть сильным, но это ни к чему хорошему не приведет, потому что вы перенапрягаетесь. Мне кажется, что лучше, если вы будете сыном искренне, не обязательно посвящать его в все детали, но и демонстрировать ему не то, что вы чувствуете, на мой взгляд, ошибка. Даже не ошибка, а скорее деструкция, ну, просто вот, деструктивный вектор отношений. То есть, не критично, но, ну, и ничего, ничего, как бы, позитивного, да, не даст. Действительно, побывав в больницах, вот, побывав вот в таких учреждениях, у человека накапливается много беспомощности, много агрессии, обиды и потребностей. Действительно, в поддержке, но тут даже не в поддержке речь, а дело, а скорее в ощущении собственной значимости, потому что в подобных учреждениях, да, чувствовать себя значимым. И, на мой взгляд, эта ситуация, она стала таким индикатором того, что вы много где себя зажимаете. Много где вы наступаете себе на горло. Много где вы больше думаете о комбо, нежели чем о себе. И все это приводит вас к ситуации, которая приводит. Сейчас, в общем, очевидно, что быть меньше, как вы были до этого, и быть меньше, чем вы есть, вам не подходит. Необходимо учиться и смотреть, как вы можете себя размещать. Мне не показалось, что развод это про то, что вы не любите своего мужа. Несмотря на то, что вы говорите, что его действия кажутся вам глупыми и непродуманными, я верю, что это действительно так, но, на мой взгляд, за этим скрывается вот то, что вы как раз-таки себя не размещаете. Господи, на это указывает ваше описание себя, о том, что вот вы, значит, учились быть хорошей девочкой, да, не можете оставить свои личные границы и т.д. и т.п. То есть это вот как раз история, история про неразмещение себя, неразмещение вот, ну, в психологическом смысле этого слова себя в пространстве. Вот. Как это делать? Ну, в принципе, озвучивать то, чего вам хочется, вот, озвучивать, как вам хочется получать обратную связь, из этого делать выводы относительно того, что происходит. Вот. Да, есть обиды на маму, очевидно, может быть, даже не обиды, но вот как-то отношения у вас с мамой явно выделяются. Вот, с папой тоже. То есть вот детско-родительские отношения, они, наверное, требуют своего внимания. Вот. Вы говорите, что вы ждёте от неё поддержки. Вы говорите, что не получаете. А вот почему именно от неё, да, и из чего бы именно вы хотели? Вот вы говорите, что муж вроде бы делал что-то, но в то же время делал как бы недостаточно. Ну, тоже интересный момент. А как бы вы хотели? Да. И вот то, что вы испытали по приезду в квартиру, это история про то, что вы снова почувствовали себя маленькой, а вам хочется быть больше, и, вероятно, в больнице, несмотря на все заключения, вы всё же смогли немножко вырасти. Поэтому вам стало тесновато. Ну, вот, надо бы это заметить и начать это выражать. Мне также интересно, почему ваш сын не пил газировку и прочее, и ел всё только на пару. Ну, если вы не диагнозники, если, ну, я имею ввиду до диагноза, да, то есть откуда такая сильная забота о нём? Вот. Вероятно, вы ещё что-то знали. Вот. Дальше, дальше. Естественно, что у вас есть бессилие, подавленность, это про боль. Это про боль. Это про, вероятно, разочарование в окружающих вас людях, понимание того, кто есть кто для вас, и вот это ощущение. Вот. И всё это вы подавляете в себе, потому что, ну, вот, с одной стороны, это плохо, вы будете плохой, если это сделаете, да. С другой стороны, ну, вы же должны быть сильны. Я думаю, что вот эта вот история про мужа, который совершает глупые необдуманные поступки, это базовое недоверие в себе. Базовое недоверие в себе, это про оценку. Вот. А попытку оценить тоже, ну, как бы вы могли себя вести, да, как бы вы могли действовать, как бы вы могли поступить. Вот попытка оценить этого приводит к тому, что вам нужно опереться на кого-то другого, чтобы вам сказали, что вот вы поступаете правильно. Возможно, в этом и заключается ваша потребность поддержки. Вот. У меня, в целом, есть такое ощущение, что весь ваш текст, это про то, правильно ли я поступаю и правильно ли я вам что-то думаю о разводе и прочее, прочее, прочее. Почему я вас спросил, как вы поймёте, что помогли себе и сыну. Вот. Вы пишете, значит, мне никто не сказал, что я молодец, мне важны были слова, близкие к такому роду. Ну, вот, то, что важны, это понятно. И это нормально. Но нельзя отрицать, что вы можете как получить эти слова поддержки, так и нет. В случае, например, с вашей мамой. И здесь стоит обратить внимание на то, а чем мне эти слова так важны. Вот. Я не знаю, конечно, замечаете вы или нет. Но в том, что вы придаёте такое большое значение словам поддержки других людей, вы же здесь им, этим людям, отдаёте свою ценность. Как-то вот. Нужно увидеть, как именно вы это делаете. То есть, происходит это примерно так, что то, что я делаю, для меня не очень важно. Я сомневаюсь в важности, в правильности. Вот. Ты знаешь, как правильно, поэтому оцени. Оцени меня. Вот. 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 А то, что я бы хотел вам сказать. Да? То есть, та боль, та агрессия, разочарование. Вот. Вот. Возможное смущение. Смущение и стыд, который вы испытали, которые мы сейчас переполнены. Это переполнены. Это нужно прожить. Вот. Я имею ввиду на консультацию. Вот. И... Ну или человеком, опять же, которому вы доверяете. Вот. Тогда потихонечку будет появляться интерес к жизни. Потому что сейчас вы травмированы. Вы травмированы. Вот. Ну и дальше, как я и сказал, учиться размещать потихонечку себя с другими людьми, опираясь на то, что вам не нравится. Вот. Как-то так. Как-то так. Аноним. Да? Аноним. Надеюсь, это было корректно. Вот. Еще я хотел сказать, что вот есть некоторое противоречие между тем, что вы пишете, что я и так считаю себя виноватым во всем в том, что я не справляюсь. И в то же время вы определяете претензии, там, маме, там, и так далее. То есть, как будто бы вы не можете определиться. Да? Вот. То есть, вот это постоянно двойственно. Двойственность. Да, вы можете не справляться, но если вы считаете неподобающим, неприемлемым поведение кого-то, то ваше чувство вины выглядит, как запрет на признание, на выражение как бы злости человеку. То есть, грубо говоря, ваше чувство вины – это следствие нарушения личных ваших границ. Вот. Поэтому свое недовольство нужно высказывать, вот, по возможности конструктивно, например, через Я-сообщение, вот, и смотреть, куда вас это будет приводить. Вероятно, да, вы действительно не были долго одна и перестали себя чувствовать, поэтому я говорю, что сыну вашему желательно провести время со своими друзьями, своей компанией, вам своей. на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. удачи, обращайтесь, всего самого доброго. удачи, обращайтесь! Удачи! Удачи! Продолжение следует...